МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! С вами программа Культпоход. Каждый месяц мы рассказываем вам о самых ярких и интересных событиях в культурной жизни нашего города. Смотрите сегодня в выпуске. Блокадная книга. Вечер памяти Даниила Гранина в Молодежном библиотечном центре. В фойе Саровского драматического театра открылась выставка плаката. Остров Саров. Новая экспозиция в художественной галерее. Храмы, украшенные скульптурами индуистских богов и быт жителей Тибетского Нагорья. В городском музее открылась новая фотовыставка Гималай-Тибет. В экспозиции представлены фотографии, выполненные в период высокогорных экспедиций, общественной организации, Центр духовной культуры. Одна из самых знаковых фотографий на новой выставке посвящена горе Рыбий Хвост. На языке местных народов она зовется Мачапучари. Еще ни одному человеку в мире не удалось покорить эту вершину. На нее восхождение запрещено. Она считается настолько священной, что непальцы не дают разрешения непальской власти никому. Однажды как-то достигнуть удалось какого-то, ну что ли, поворота в этом вопросе и разрешили покорить альпинистам из Великобритании эту гору, но они не дошли. Несколько метров они шли, ну там 50 где-то осталось, 50 метров, ну как пишут опять же источники, и они вдруг повернули. Сотни фотографий, посвященные красотам горных пиков Гималаев, жизненному укладу непальцев, рекам, озерам и животным этого загадочного края. Каждая фотография на выставке имеет свою историю и по-настоящему бесценна как для тех, кто никогда не был в тех местах, так и для альпинистов, которые покорили часть этих вершин. Посмотреть экспозицию можно и самостоятельно, но с экскурсоводом она станет незабываемой. Расскажем об экспедициях, которые посещали Жималумба, расскажем о первых людях, которые достигли этой вершины, расскажем о советских наших 1982 года экспедиции, которая необычным путем прошла и самым таким новым, проложила новый маршрут, так еще и рекорд делал. Ночью проходили они этот маршрут, и один из участников даже снял кислородную маску и, собственно, в тяжелейших условиях достиг этой вершины. Все фотографии экспозиции сделаны настоящими путешественниками с одной целью – показать и рассказать людям, которые не готовы к экстремальным приключениям, все красоты этого горного края. Чтобы наши меньше рисковали или, например, нет возможности выехать, пусть приходят к нам на выставку, и мы нашим горожанам расскажем, какие они эти гбалайи. Горная экспозиция в городском музее проводят до 23 марта. Посмотреть ее можно в часы работы учреждения. Солистка вокального коллектива «Апрель», Центр культуры и досуга в НИЭФ стала обладателем гран-при международного фестиваля «На крыльях таланта». Саровчанка представила на конкурсе две новых песни своего репертуара. Выступление оценили самыми высокими баллами. Елена Барышева распевается перед очередным занятием в коллективе эстрадной песни «Апрель». Несколько раз в неделю она приходит сюда, чтобы почерпнуть вдохновение и заняться любимым делом. Сегодня солистка уже не мыслит своей жизни без сцены, а началось все в детстве, когда маленькая Елена пришла в творческий коллектив поселка Вознесенского. А после переезда в Саров стала частью объединения Центра культуры и досуга в НИЭФ. Мне дает силы, как ни странно. Когда мне плохо, я пою, и когда мне хорошо, я тоже пою. То есть вот она дает мне силы. В репертуаре у меня больше всего, конечно, таких лирических песен. Ну, лирико-драматических, может быть. Музыка сопровождает Елену всю жизнь. Она музыкальный руководитель в детском саду и изо дня в день прививает дошколятам любовь к этому искусству. Несмотря на такую непростую и очень ответственную работу, Елена не забывает и о собственном саморазвитии. Благодаря участию в престижных творческих конкурсах она смогла преодолеть волнение перед выходом на сцену. Бывает волнение разное. То волнение, которое должно быть у артиста, оно должно ему помогать. А у меня было такое волнение, которое мне мешало выступать. То есть я буквально теряла 50% из-за этого, выступая. Поэтому вот мне нужен был такой опыт, чтобы я выходила и делала то, что я хочу и могу зрителю им донести душой и голосом. И с поставленной целью солистка справилась. На международном фестивале на крыльях таланта в Саранске она завоевала гран-при. Елена выступала в номинации «Эстрадный вокал». Саровчанка исполнила две новые песни из своего репертуара. На этом же конкурсе в своей возрастной группе выступила воспитанница Елены. Вообще меня Ерет Сдулайн зовет лягушкой-путешественницей. Да, по конкурсам езжу часто. И это для меня очень бесценный такой опыт. 17 марта Елена вместе с другими солистами выступит на сцене Центра культуры «Досуга в НЕФ» на традиционном концерте коллектива «Эстрадной песни «Апрель». А уже осенью она планирует свой сольный концерт. В молодежном библиотечном центре прошел вечер памяти Даниила Гранина. Этот известный советский и российский киносценарист, писатель и общественный деятель был удостоен сразу нескольких престижных литературных наград. Свою известность он приобрел благодаря книгам «Зубр» «Это странная жизнь», «Три любви Петра Великого», «Мой лейтенант» и «Блокадная книга». Еще при жизни Даниила Гранина называли классиком литературы. Он был удостоен множества почетных званий, занял литературе и в истории нашей страны особое место. 1 января исполнилось 100 лет со дня его рождения. В честь этой даты Библиотечный информационный центр подготовил выставку «Страница Пережитова». Первыми посетителями экспозиции стали ученики 13-й школы и представители ветеранской организации «Дети войны». Сегодня мы будем говорить о творчестве Даниила Гранина, о его книгах и особое внимание уделим произведению «Блокадная книга», которая была написана в соавторстве с белорусским писателем Олесим Адамовичем. Будем читать отрывки из этой книги, будем исследовать вот эту блокадную реальность изнутри. В читальном зале библиотекари рассказали гостям о блокадном Ленинграде. Осада Северной столицы стала одной из самых мрачных и в то же время героических страниц Великой Отечественной войны. Школьникам еще раз напомнили, что ни голод, ни страх, ни постоянные обстрелы не смогли сломить духа советских людей. Я считаю, что подобного рода встречи развивают в людях нашего возраста патриотизм и гордость за свою любимую страну. В финале вечера ветераны Великой Отечественной войны поделились со школьниками своими детскими воспоминаниями. Наш российский народ должен знать свою историю и понимать, как жили и как живем, и сравнить, что было и что сейчас, потому что дети сейчас очень многое не ценят. И у них нет того даже чувства ответственности, мне кажется, какое было у нас в 10-14 лет. Выставка страницы пережитого в Молодежном библиотечно-информационном центре продлится до 9 мая. Посетить ее может каждый желающий. Воспитанники студии эстрадной и народной хореографии «Задоринки» Дворца детского творчества успешно выступили на Международном фестивале «Дарование талантов». Они представили на суд жюри 4 композиции в различных стилях. Коллективу «Задоринки» больше 4 лет. За это время юные танцоры неоднократно становились победителями городских, областных и всероссийских конкурсов. В этом году «Задоринки» отправились покорять вершины международного конкурса «Солнце круг» в Нижний Новгород, где стали победителями фестиваля. Коллективы, которые туда приехали, были очень профессионального, высокого уровня. И честно, даже когда мы посмотрели только на костюмы и внешний вид образцовый коллектив, стало немножечко страшновато. И мы так немножко приуныли. Но как-то командный дух все-таки сыграл свое. На конкурсе «Задоринки» представили 4 танца. Эх, подруженька, ангела Добрак, лечитые истории и топотушки. Юные артисты стали лауреатами 1, 2 и 3 степеней. Что понравилось, то, что судейская коллегия, она была настолько компетентна и независима, что даже мы не знали, кто из каких городов приехал. То есть просто объявляли номер участника и название коллектива, и все. Вот. И этим, так скажем, нас подкупило такое судейство. Жюри оценивало конкурсантов по нескольким критериям. Техника исполнения, построение номера, сценичности, артистизм участников. Были как групповые, так и сольные выступления. Успех на конкурсе стал большой радостью для участниц ансамбля. Конкурс мне очень понравился. Это был большой опыт. Я познакомилась с детьми из других коллективов и городов. Я довольна нашим результатом. Не думали, что займем такие высокие результаты, ведь были еще и дипломанты, и лауреаты. В апреле хореографической студии «Задоринки» исполнится пять лет. Отчетный концерт коллектива пройдет в Саровском драматическом театре. Популярные композиции, современные эстрады, хиты и шлягеры 20-го столетия. В день всех влюбленных в ресторане «Прайм» прошел романтический вечер «Все о любви». Солистки Екатерина Рахтова и Екатерина Голубовская исполнили песни из романтической коллекции. Узнаваемые мелодии известных песен не оставили равнодушными зрителей и поклонников творчества саровских вокалисток. Их манера исполнения, тщательный подбор репертуара сделали вечер по-настоящему романтическим. «Заявка такая была – романтик коллекшн, то есть хиты мировые, мировые эстрады различных направлений на английском, на русском языке, естественно, романтической тематики, поскольку день посвящен такому чувству, как любовь». Послушать любимые песни и провести вечер в романтической обстановке пришли и молодые пары, и течь «Я любовь проверена годами». Все они решили сделать будний вечер праздничным и провести его в кругу своих близких в обволакивающей атмосфере завораживающего вокала. Все песни о любви – первый взаимный и безответный роковой. Обе вокалистки отметили, что этим вечером исполняют только свои любимые композиции и не стали выделять какую-то одну. Но, например, Екатерина Рахтова спела несколько из тех, что стали особенными и напоминают об определенных этапах жизненного пути. «Есть композиции с историей. Рассказывать, наверное, сейчас я не буду, потому что это достаточно, скажем так, личная история, но они есть, песни с историями». Может быть, для тех, кто провел романтический вечер в ресторане «Прайм» под чарующие звуки музыки, тоже какая-то песня станет частью семейной истории. Некоторые композиции, исполненные на концерте, перепеты многими вокалистами на различных языках, но не утратили своего очарования до сих пор. В фойе третьего этажа Саровского драматического театра открылась специальная выставка, посвященная театральному плакату. Все афиши представлены на ней авторство главного художника театра, заслуженного работника культуры Российской Федерации Владимира Ширина. Владимир Ширин работает в Саровском драматическом театре более 30 лет. За эти годы он создал несколько десятков театральных плакатов. На выставке представлены работы мастера за последние пять лет. Не все, но, как он сам считает, наиболее удачные и выразительные. «Плакат чаще всего устраивается так, чтобы зритель, увидев его на улице, заинтересовался, то есть чтобы он его привлек, заинтриговал, чтобы что-то уже, как сказать, зацепило». Одни названия и картинки Саровчанов знакомы, другие нет. Дело в том, что выставка рассказывает не только о местных спектаклях, но и постановках театров Москвы, Пскова, Нижнего Новгорода, Арзамаса. Всех тех городов, где Владимир Николаевич работал в качестве художника-сценографа. Плакаты выполнены в разном стиле и технике. Некоторые изображения словно сошли со сцены, другие только намекают на главную тему постановки и заставляют размышлять над идеей автора. «Я больше сторонник, чтобы в плакате было как можно меньше изображения, чтобы он, так сказать, запоминался. Очень подробные плакаты, картинки, они запоминаются плохо». К тому же не все спектакли, к которым он сделал плакаты, были поставлены. Но вдохновившись пьесой, художник все равно воплощал свою задумку в жизнь. На выставке нет нелюбимых работ, все они выстраданы в муках творчества. Не всегда замысел и идея художника совпадают с точкой зрения режиссера. Но в итоге постановщики всегда приходят к компромиссу. И на свет появляется театральный плакат, который становится символом спектакля. «Да все, ну как, одинаково легко и одинаково трудно. Потому что, ну, бывает, что легко рождается идея, и потом трудно ее воплотить, так, чтобы она дошла. И наоборот». Экспозиция работ художника представлена в фойе Саровского драматического театра на третьем этаже. Познакомиться с творчеством Владимира Ширина можно перед спектаклем или по коллективным заявкам. А в художественной галерее открылась персональная выставка Юрия Шпаковского. В экспозиции под названием «Остров Саров» представлены как новые работы автора, так и известная серия «Рентгены». Перед открытием выставки Юрий Шпаковский дал большое интервью нашей программе. Всю жизнь на работе я занимался оформительскими делами. То есть от судьбы не уйдешь. Ну, осознанно начал рисовать где-то уже лет около 20. Понял, что мне нужно. До этого я сомневался, стоит ли мне рисовать там пейзажи, натюрморты. То есть это не совсем мое. То есть хотелось что-то другое, нечто. То есть в чем есть смысл какой-то. Познакомился я в это время с некими людьми тоже, которые увлекались сюрреализмом. Меня привлекло то, что они декларировали спонтанность в творчестве. Автоматизм такой, нечто такое таинственное. Художник рисует картину, не предполагает, чем это закончится. То есть весь процесс творчества, он спонтанен. Ну, вот это всегда интересно, когда неизвестно, что получается. То есть если настоящие художники рисуют сначала эскизы, то есть какие-то подгодовительные этюды, там композиции строят, то сериалисты, они сразу выплескивают. И что получится, они сами не знают. Я надеюсь, что это я придумал художественный прием такой. Это графика, стилизованная под рентгеновский снимок. Но это придуманная такая игра. Причем такая игра с двойным-тройным смыслом. То есть я придумал, что еще можно было бы обыграть латынь. То есть я совместил вот эти две вещи, латынь и рентген. Получилась вот эта вот комбинация такая. Короче, я называю их такая философия в картинках. Это все эти иллюстрации к философским выражениям. До слонов я делал кукол. Но их нет на выставке, потому что их уже нет. У меня их нет. А потом появились слоны. То есть они не совсем куклы. Это такая минималистская скульптура. То есть кукла-скульптура такая. Тут привязка простая. Семь слонников счастья, так называемые. Которые были когда-то у многих стояли на полочках. Вот. Я своих семян слонников сделал. Такие игрушки для больших мальчиков. Я без этого не могу, скажем так. Это такое легкое психическое заболевание. А может быть и тяжелое. И в завершении выпуска наша традиционная рубрика «Афиша». О самых ярких культурных событиях в городе и не только расскажет Елена Грицкова. Более 40 лет всемирного признания. Свыше 50 миллионов проданных альбомов. Теперь незабываемые мелодии в исполнении гранд-оркестра под руководством Жан-Жака Жустафреза звучат и в Нижнем Новгороде. 28 марта в Центральном концертном зале «Юпитер». Жан-Жак Жустафрей – известный французский волторнист, аранжировщик и дирижер. Считает себя хранителем великих традиций, которые были заложены маэстро Полем Мриан. 11 марта в концертном зале «Юпитер» выступит Энтер Шикари. Это четверо смелых британских парней, которые в 2003 году основали группу, чье творчество взрывает общепринятые представления о музыкальных жанрах и направлениях. Они придумали свой стиль под названием «Транскор», объединив хардкор и транс, пост-хардкорд и металлкор с электронными сэмплами. Эти парни по-настоящему зажигают, заставляя зал ходить ходуном от невероятного драйва. Группа – самый яркий пример, как можно стать знаменитым во всем мире, не поддаваясь требованиям музыкальной индустрии и оставаясь с собой. Они независимы и успешны, а их музыка давно завоевала сердца сотен тысяч поклонников во всем мире. 4 марта в Кремлевском концертном зале состоится концерт «Иеромонах Фоти». Самый необычный монах современной России, достигший признания у профессионалов и заслуживший любовь миллионов людей, выступит в городах России с сольными концертами в рамках большого праздничного тура, приуроченного к 33-летию музыканта. Выступление «Иеромонаха Фоти» – это всегда знак качества. Тайные его профессионализмы в технике бельканта, придуманные когда-то итальянцами, которые тенор владеет блестяще. Истинных почитателей его таланта он, безусловно, вдохновляет. В программу большого праздничного концерта «33» войдут песни на русском, английском, итальянском, французском, испанском, грузинском и других языках. А вы знали, что рок и велончель созданы друг для друга? Именно велончель добавляет рок-хитам многогранности, загадочности и неуправляемости. То, что группа рок-челлыс вытворяет с велончелями, невероятно. В программе вечера мировые хиты «Нирвана», «Рамштайн», «Металлика», «Квинк», «Пинфлойд», «Битлз», «Бонжови», «Продижи», «Мэрлин Мэнсон», «Майкл Джелсон», «Кисс», «Скорпиум», «Дипешмот» и другие. 9 марта в премиум-цент концерт «Рок-челлыс» – мировые хиты на велончелях. Слушайте хорошую музыку, чаще ходите в театр, на концерты и на выставки. Одним словом, проводите время культурно. А с вами была программа «Культпоход». До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!